Лекция посвящена будет Луидже Моретти, но не как фигуре даже, потому что у нас все-таки курс не по архитектуре, не по истории, даже не по искусству, не по истории искусства курс, а курс посвящен эстетическим проблематикам. Поэтому мы попробуем рассмотреть сегодня всего одно здание этого автора как своего рода эстетический трактат, в котором за несколько лет до появления самых важных текстов по постмодернизму уже полностью оформляется все, что будет названо эстетикой постмодерна. То есть это, грубо говоря, текст, предшествующий научным трудам того же Деррида, Барта, Кристиева и так далее. И с этой точки зрения мы еще не рассматривали с вами здание. Мы, правда, начали с самого сердца постмодернизма, с Айзенмана, с его наследия. А теперь я попробую показать край, начало этого направления, наиболее важного для второй половины XX века, в какой-то степени сохраняющего значения по всей день. И это важно еще по той простой причине, что, так скажем, среднестатистический студент, даже студент гуманитарных вузов, очень плохо себе отличает модернизм от постмодернизма. Это обычно скатывается в общее наименование авангард. Туда же еще иногда попадает случайный модерн, который тоже оппозитен и тому, и другому как направлению. И для того, чтобы разобраться в том, какие принципиально сущностные идеи ставят эти направления, мы попробуем обратиться к творческим взглядам Луиджи Моретти. Фигура мной выбрана еще по той простой причине, что на русском языке о нем нет фактически вообще ничего. О нем даже нет статьи по русскоязычному разделе википедии. И это тоже во многом показательно для нашей страны, то, что такие крупные фигуры, как Байзенмана или Моретти, они не игнорируются. То есть про Луиджи Моретти тоже изданий на русском языке нет отдельно. Ну, по крайней мере, есть хоть и википедийная статья, а про Моретти даже ее нет. Так что здесь еще и задача своего рода любеза присутствует. Докород. Что же это за различия, которые отделяют три вехи 20 века? Их наиболее четко обозначил, собственно, Моретти в своем журнале «Спасио». Моретти, это журнал, который он выпускает в 50-е годы, то есть уже после того, как он создал дом Эльджи Рассоли, подсолнув, который мы сегодня будем анализировать. То есть дом, как трактат, предшествовал философскому осмыслению того, что в последующем будет названо постмодернизмом. Что же это за идеи, Моретти? А идеи весьма и весьма интересны. Если совсем упростить его взгляды, если выйти на уровень, понятный для нас, то можно сказать следующее. А архитектура модерна, или искусство, Армуво, с которого начинается 20 век, оно в качестве главного, главной своей составляющей ставит деталь. Или то, что психологи бы назвали частичным объектом. То есть это деталь, в этой детали мы видим еще деталь, и так до бесконечности, как матрешка своего рода, скрывающаяся. Вот, один из классических примеров Армуво у нас в России, это дом компании Землер, ныне офис социальной сети ВКонтакте. Вот, и вы видите это здание сейчас целиком, постройки Павла Сюзора, это изменяет память 1904 год, самое начало 20 века. И вот вы видите детали. То есть взгляд сразу же врос идет по этому зданию. Мы начинаем рассматривать мелкие-мелкие-мелкие детали, так же, как и в шерстеревских постройках. И по большому счету целое даже в какой-то степени не считывается. В противовес модерну следующая волна искусства, модернизм, начинает отрицать детали в принципе. Модернизм ставит во главу угла видение объекта целиком, видение границ объекта. Поэтому эти границы становятся максимально очерченными, максимально четкими. Во многом становление модернизма связано с именем Вальтера Гропиуса. Вот одна из первых его построят, завод Фарус. Вы видите, это здание, к которому мы привыкли. Это здание, которое в полном смысле слова можно назвать современным, как здание показательное для 20 века. Здесь речь идет о том, что это, в принципе, одно из самых первых зданий такого типа. Максимально упрощенная конструкция, огромное количество окон. Ну, или самая известная, наверное, его постройка. Это здание Ваухаус до Сау. Это здание, собственно, архитектурной академии нового типа. Где учили строить здание в том, что называться будет интернациональностью. Где директорами были Гропиус, где директором был Мисс Ван-де-Роэ. Это совершенно иная эстетика. Понимаете, здание впервые начинает видеться целиком как конструкция. И очень важно, чтобы мы видели окончание этой конструкции. Именно они наделяются экспрессией. Уже деталей здесь фактически нет никаких. Глазу не за что зацепиться. Мы видим именно окончание здания. Так вот, Моретти идет еще дальше. И он впервые в истории начинает видеть то, что когда мы смотрим на любой объект, ну, если речь идет о архитектуре, то это здание, его край, это не только край самого дома, а это и граница свободного пространства, наталкивающаяся на этот дом. То есть дом не только обозначается мое себя, он занимает место в свободном пространстве. И то есть здесь сталкиваются две точки зрения, два взгляда. Мы можем видеть либо так, либо с противоположной точки зрения. И Моретти первый, кто это заметил. И, как говорится, если это один раз увидеть, то развидеть уже не получится никогда. Оказывается, что вещь, любая вещь, она не только ограничивается мое себя, она ограничивает то, что она начинает находиться. И здесь появляется впервые ключевая идея для постмодернизма, концепция неразрешимости. Что такое неразрешимость? Неразрешимость – это умножественность возможных точек, отправных точек для прочтения любого феномена, будь то архитектура, живопись, литература, что угодно еще. И без какой-то господствующей идеи. То есть, в данном случае, как вы видите, эти границы, две границы. Границы свободного пространства, натыкающиеся на здание, и границы самого здания, его фасад, они не сводимы к чему-то одному. То есть, они взаимоисключающие, по сути, свои. И если совсем упрощать, вся архитектура до 20 века, до модернизма, представляла своего рода 3D-картину. 3D-картину, которую мы смотрим именно как холст, как живопись. Модернизм впервые в качестве отправной точки выдвигает сам холст. То, в чем эта картина была нарисована. Его границы, его текстуру, особенности материала и так далее. А постмодернистская же конференция, которая впервые выдвинута на рейте, это то, что мы уже видим не просто холст, а мы видим холст как границу заполненного и свободного. То есть, насколько быстро в течение 20-го столетия, фактически даже не просто 20-го, а первой половины 20-го века происходит три ключевых смертных парадигмы, которые до этого не происходили многие десятилетия. Трижды переосмысляется сам подход к искусству. И именно с возникновения неразрешимости, понятия неразрешимости, которое мы сегодня рассмотрим на этой постройке, и появляется возможность чтения архитектуры как текста. То есть, до этого архитектуру читать как литературный текст, ну, просто бессмысленно. Это невозможно. Это свойство именно постмодернистской архитектуры. Либо, если мы будем допускать возможность анахронизма и читать архитектуру прошлого в реале постмодернизма, то есть, перенося этот концепт на прошлое. Но тогда она так не создавалась. Здесь же речь идет о том, что декларируемые Моретти в его журнале положения, позиции воплощаются им же в его зданиях как рядоположенные явления. Более того, повторюсь, здание предшествовало высказанным этим идеям в слове. Более того, Моретти идет еще дальше. Он говорит о том, что если предмет может нами считываться как его возможные границы, то есть предмет нами воспринимаем как некая законченная целостность, то пространство свободное нами таким образом не может быть воспринято, потому что пространство это всегда система отношений. Мы не можем считывать пространство в геометрических реалиях, особенно если это открытое пространство. Если мы находимся не внутри здания, а снаружи его. Снаружи мы можем сказать, что вот этот дом имеет форму параллельпипеда, а этот дом, не знаю, как пирамиды, а не трибуны и так далее. Но мы не можем сказать, что пространство – это всегда система отношений, точки зрения наблюдателя и тех границ, где оно прекращается в существовании, то есть где оно натыкается на постройки. На самом деле можно сделать предположение и пойти еще дальше. Дело в том, что если мы рассматриваем границу, именно как границу, воспринимаем мы то, как мы считываем, где находится окончание постройки, то эта граница может не всегда совпадать с границей реального здания. И здесь Моретти идет, наверное, по тем временам дальше всех, дальше даже мыслителей и философов, и разводит эти две составляющие. То есть форма здания воспринимаемая и форма здания реальная. То есть, например, продуманная тень скрывает от нас очертание окончания здания. Более того, тень мобильна. В течение суток она будет перемещаться. И будет перемещаться и вот эта размытая граница здания. И она никогда не будет совпадать с границей реальной. На самом деле, очень далекий ход, ход, который положил становление постмодернизму как таковому. Дело в том, что этот дом повлиял на целый ряд очень видных архитекторов и Джарасон, о котором мы будем сегодня говорить. И, в частности, на Вентури, Роберт Вентури в доме для своей матери построенный, Ивана Вентури, фактически цитирует этот дом. А Вентури ни много ни мало это фактически родоначальник постмодернизма в США. То есть человек самый влиятельный. Причем не только в области архитектуры, а человек, который повлиял на становление постмодернизма во всех видах искусств в Соединенных Штатах. То есть получается, так Моретти опосредованно стал родоначальником базы для второй половины 20-го века направления. Конечно, иногда говорят, что двойственность появилась и до Моретти. Ее обычно приписывают нескольким авторам, с которыми я бы хотел в этом смысле разделаться. Первый из них – это Эшер. Маулинс Корнелис Эшер – известный художник 20-го века, который создает большое количество работ по типу оптических иллюзий. Здесь тоже можно сказать, что присутствует двойственность. Мы видим либо зеленых птиц, либо белых птиц. У него таких работ огромное количество. Сейчас их модно в дизайне используют для оформления, даже для выкладывания паркета. Но на самом деле двойственность, предложенная Эшером, очень легко снимается. Мы видим просто заполненное господство. Просто оно симметрично заполнено, последовательно на чередующимися белыми и зелеными птицами. На самом деле эффект двойственности является обманщиком. Это некая иллюзия, сводимая к одному, сводимая к единству. Тоже можно сказать и о его иллюзиях иного цвета. Ну вот знаменитый водопад. Хотя, заметьте, эта дата-то уже, когда постмодернизм, в принципе, вовсю был. По крайней мере, не в философской литературе, но в произведениях искусства уже существовало. Вот вы видите, как здесь замечательно течет вода. Вот отсюда она падает, да? Здесь она идет и опять падает. Ааа. На самом деле, если мы заметим, что вот этот блок существенно смещен в ту сторону, что и создает эту виденную иллюзию, ну, естественно, он должен вот туда уходить, естественно, никуда бы наверху он не попал. Ааа. Так вот. После того, как мы один раз разгадали, в чем, подвох на этого полотна, после этого оно уже не работает. То есть здесь тоже о двойственности, как бы, речь не может идти. В значительно большей степени о двойственности речь может идти в связи с работой другого художника, которая, наверное, является во многом действительно плетенчика с модернизмом. Это знаменитая картина из цикла «Рорологского образа» Рана Магрита. Картина с подписью «Это не трубка». Чего только не было понаписано о этой работе. Однако, все, что было о ней понаписано, особенно множественного и убедительного, было понаписано уже в обоих постмодернизмах. Если же мы обратимся к версии, которую предлагает сам Рана Магрит, как он это интерпретировал, то он всего лишь хотел предложить форму акуфатического утверждения, то есть утверждение через отрицание. Когда слово перестает действовать, можно попробовать вызвать его посредством от отрицания. Например, вы, если на что-то очевидное указываете и говорите, что это не оно, то у вашего собеседника возникает жгучее желание утверждать обратное. То есть это такое апопатическое утверждение, которое мы здесь видим, изображенную трубку и надпись «Это не трубка», это собственная концепция самого автора. Но в современной литературе и литературе особенного популярного толка ее интерпретируют как то, что это образ трубки, а не сама трубка. Наиболее интересной трактовкой этой работы, я считаю, книгу, одноименную Мишеля Куко, где он предлагает целый свод интерпретации этого текста. Он это именно рассматривает как текст. И предложу вам одну из версий, которая будет действительно просто не искать. Но, повторюсь, сама работа Фуко появляется уже когда после Второй мировой войны, а не тот. Фуко предлагает совершенно гениальную версию. Она говорит, что если мы будем смотреть на текст и рисунок именно как на живописное полотно, то в таком случае мы не сможем прочесть текст. Для нас это будет частью палитры, частью многообразия образов этой картины. Если же мы читаем текст, то мы не можем этот текст видеть одновременно как рисунок. То есть мы его видим либо как знак, либо как символ. Два варианта. Одновременно мы и то, и другое убедить не сможем. Что же предлагает в таком случае Моретти? Почему это намного радикальнее? И это, кстати, намного раньше, чем книга Пуко. Моретти с 1947 по 1950 годы строит в Риме здание, которое, наверное, является одним из самых влиятельных и самых важных построек в этом городе, несмотря на то, что там работали самые крупные инженеры и архитекторы нескольких десятков веков. Так вот, Моретти создает там «Ильджи Рассоли» или «Дом Порцовый», который в общих чертах выглядит примерно следующим образом. Напомню контекст. После Второй мировой войны в Италии господствующим направлением является у нас неореализм искусства. Но мы наверняка смотрели какие-то фильмы Виктория Десико и примерно представляете, что такое неореализм. Неореализм отрицает абстрактное искусство и стремится к конкретному, непосредственному опыту. Чем более детально описывается быт людей, тем кажется, что он правдивее описывает. Не могу сказать, что Моретти впадает в неореалистические тенденции, тем более, что «Дом» шикарный. Мы посмотрим, какая там внутри отделка, то есть он рассчитан явно на очень состоятельных людей. То есть это не хрущевки, которые были бы скорее ближе к неореализму, а к идеологии. Что же предлагает нам Моретти? Моретти показывает, сколько бы мы ни смотрели на этот дом, с какой бы мы стороны у него ни взглянули, все, что мы будем видеть, и этим же домом ставится поцармин. Здесь двойственность, а точнее неразрешимость, представлена абсолютно во всем. Но первое, что бросается в глаза, то, что правая часть фасада, разделенного этикулой пополам, она больше. И это больше может быть прочитано двояко. То есть, либо как действительное нарушение симметрии, либо как то, что вот этот блок выдвинут вперед. С некоторых ракурсов это считывается именно таким образом. Здесь удачно играют и Дегула, и мы видим, что та часть фасада как будто бы выдвинута по отношению правой, по отношению к левой. На самом деле, это абсолютный обман зрения, то есть, здесь действительно просто нарушение симметрии. Причем очень смелое нарушение симметрии. Почему? Потому что в остальном дом заявляется едва ли не как и эталон классической постройки. Вход на огромных колоннах, вот здесь массивный вход, разделенный этикулой, отсылающий к классическим образцам римской архитектуры. И в то же самое время, обе части фасада не функциональны. Одна из них больше. Могу вопросить? Да. Скажите, в форму этого дома уходит та самая волна, которая в этом появляется? Нет, скорее всего. Дело в том, что здесь двойственность делидианской уже, конечно, есть. Концепция волны, я думаю, что здесь следующее можно сказать. О том, что здесь все развеществляется на отдельные элементы, мы сейчас об этом поговорим. А это будет притеча для риманенции дегаза. Но именно концепцию волны, как некой единой структуры вот этой риманенции, у Моретти, конечно, нет. Моретти в этом смысле, поэтому и фигура там оригинальная. О нем и на Западе не так много знают. То есть он очень сильно повлиял, но на нем никто не пишет. Они пишут о нем по той простой причине, что непонятно, что о нем писать. То есть если его притягивать именно к классическому постмодернизму, каким он сложился с Вентуи или там с Деррида, с Барта, он туда не подходит. Но он совершенно не подходит к модернизму. То есть это человек, который порождает эстетику постмодерна, создает для нее все предпосылки, но он туда не вписался. Вот в чем дело. То есть это совершенно автономная фигура, и этим он еще более интересен. Вот здесь еще раз хорошо видно эдикулу, видно красивые колонны такие и огромный вход. Сам же по себе фасад, заметьте, отсылает исключительно к модернизской архитектуре. Он идеально ровный, на нем нет никаких завитушек, он полностью лишен эстетизма, элементов отсылающих к какой-то греко-минской архитектуре. То есть нет у них статуй, нет каких-то знаков, щеков и так далее, гербов. Но, с другой стороны, вот еще рисунок самого, давайте посмотрим, здесь виднее просто конструкция дома. Создается ощущение, что этот фасад очень-очень тяжелый, что это такой квадратный, массивный кусок фактически необработанного камня. Внизу мы видим руссковку, действительно, с помощью имитации необработанного камня. И дом создает впечатление очень большой тяжести. Вот особенно здесь. Однако, это абсолютный обман опять. Если мы взглянем на края фасада, то мы увидим, что это просто маска. Он тонкий, как бритва. Или вот еще. Более того, он не просто тонкий, как бритва. От самой стены переднего здания он отделен железными конструкциями. То есть там балкон. Еще раз обман. То есть отсылка изначально к модернистскому точному объему, когда мы точно знаем, где заканчивается дом, мы обходим сбоку, и оказывается, что мы обманулись. Глядя на этот дом, мы не можем сказать точно, где заканчивается его стена. Ну или вот такое еще замечательное фото. Большинство из фото, которые я показываю, нет в сети. Или вот такое. Видите, фасад бритва. Фасад иллюзии. Он просто навесной. В еще большей степени интерес, наверное, представляет обманка с Руставкой. Руставка – это кладка обычно необработанным камнем для оформления зданий внизу. По традиции обычно выкладывали сначала необработанный камень, а на это уже строили здание из ошлифованного, обработанного камня. Для кого-то? Здесь Руставка применяется опять же весьма интересно. Она применяется просто как знак. Вот это одна из ключевых категорий для постмодернизма. То есть все явления вырываются из их контекста и становятся знаком самих себя. Смотрите, как обычно выкладывается подобно конструкту. Внизу большие необработанные камни, потом поменьше, потом идет обработанная часть. Здесь эта логика нарушается полностью. маленькие плиты, вот огромная плита. Она на них положена. Более того, она, например, отдельно установлена. То есть она ни к чему не отсылает только к самому себе. Как текстуальность, чистая текстуальность. как таковое. И эта текстуальность, она начинает пульсировать. Например, вот здесь необработанный камень неожиданно превращается в линии, которые образуют геометрические фигуры. То есть если вот это свойственно классике, это свойственно модернизу. Обратите внимание, вот прямые эти линии, а вот превращающиеся в S-образные зигзаги. То есть вся нижняя часть здания представляется совершенно уникальным пульсом, в котором пульсируют разные типы текстуры, совершенно никак не выстраиваясь в какую-то единую геометрическую логику. То есть это именно текст. Текст, как ему будут видеть в последующем Бахт или Деррида. Что такое текстуальность, в отличие от нарративности по Деррида. То есть нарративность это однозначный текст. То есть вы приходите на рынок и говорите сколько стоит килограмм картошки. Вам говорят килограмм картошки стоит столько. Это нарратив. Он не имеет никаких следов на себе. То, что Деррида называл следами. Текст же это паутина, отсылающая огромному количеству следов вовне. то есть когда мы видим скрытые аллюзии и которые были продуманы автором, которые не были продуманы автором, а просто включены в текст, потому что он живет в эту эпоху и не может сказать иначе и так далее. Вот это текстуальность. И здесь мы видим просто буйство этой текстуальности. Он живет в эпоху, то есть он и застал фашистскую партию Италии с их спецификой архитектуры. То есть это их время, когда в Советском Союзе допустим расцветает сталинский ампир. Ну все эти здания вы знаете по московским постройкам в огромных количествах. И классический Рим, который рядом же его окружает. И модернистская архитектура, с которой он пытается дискутировать. То есть получается это здание становится критическим текстом обращенным к этим архитектурным стилям. Смотрите, вообще просто вставки необработанного камня. Совершенно а на первый взгляд произвольный пульс. Несте обойдем его целиком, то выяснится, что этот пульс непроизвольный. У него есть определенная логика, более того, у него даже есть своя кульминация. И она одна. Она выверена, она продумана. Ну вот, например, совсем большой камень, выступающий из стены. А вот покажу вам кульминацию. Она совершенно гениальная. В одном месте, вместо густовочных камней, мы видим элемент, напоминающий логу античных стадий. Это одна единственная деталь, вставленная только в одно единственное окно. Это кульминация этого пульса. Кульминация, где нога уже не является элементом историческим. Понимаете, если бы здесь была отсылка к историзму, он бы поставил статую или ее имитацию, которую очень любили ставить на зданиях сталинского объекта, да, сувающих античностей, конечно же, с ее материализмом и культом тела. здесь же эта нога выступает просто в роли формы самой себя, она не отсылает ни к чему, кроме как к своему собственному существованию. И это кульминация вот этого пульса, того конструкта, на котором стоит это здание. Совершенно уникально. То есть, ничего подобного в конце сороковых, начале пятидесятых нельзя встретить нигде в мире. Более того, даже других видов искусства. Посмотрим на другие обманки. Ну, например, кажется, что это здание покоится на вот этих огромных увесистых камнях, которые выложены этим пульсом кучу. На самом деле, это тоже обман. Если подойти ближе, мне, к сожалению, не удалось найти фотографию, где это хорошо видно, но вы поверите, надеюсь, мне на слова, вот эти каменные элементы здания от самого дома отделены вот таким вот расстоянием. То есть, само здание стоит на металлических колоннах, которые никаким образом вот с этими штуками не связаны. То есть, это просто отсылка к классическому монументальному форту. Молее того, здесь игра с классикой еще более интересной приобретает оттенок. Дело в том, что дом стоит на улице, который идет под очень крутым углом. И четыре равномерно распределенных металлических колонны не отсылают даже к классической симметрии, так как они разные все по размеру. Для того, чтобы строить на таком месте классицистского типа постройку, нужно было выровнять, сделать нас. Но это специально не делали. И получается, эти же колонны не отсылают ни к чему, кроме как самую себя. С колоннами в этом здании еще больше есть интересная вещь. Дело о том, что на протяжении всего дома они разные. То есть там, везде, где они видны, они видны достаточно часто, они имеют разную форму. То есть у них тоже продолжается вот эта игра с пульсом с самой формой. Но кажется, если здесь на каждом шагу обман, то уж по крайней мере мы можем точно быть уверены в том, что этот дом действительно имеет тот объем, который обозначает его стену. Вот мы смотрим на макет этого здания и даже разглядывая макет в этом не приходится сомневаться. Ну предположим это маска навесная, предположим этот дом оторван от того, что мы считали за фундаментом как будто бы висит над ним в воздухе, но тем не менее по крайней мере он-то полный. На самом деле это тоже обман. Луиджи Моретти стал впервые в истории делать совершенно другие макеты домов. Вот макет 2. Вы привыкли, что из заполненного пластика, из белого пластика выполняют стены здания. Ну так обычных изображали. Он же здесь белым пластиком непрозрачным обозначает пустоту. То есть пустоту. То есть это здание, его главная цель схватить пустоту. То есть не только граница с внешним пространством, где мы не знаем где заканчивается здание, где начинается свободное пространство, но и пустота схваченная внутри здания. Здесь понимаете, это здание получается ограничить сразу с двумя типами пустоты. Первый тип пустоты, о котором я вам говорил в начале из журнала Моретти «Распуждение» о том, что мы не можем определить пространство так же, как мы определяем здесь предмет. Почему? Потому что оно не определено в своих отношениях. Оно ничем не ограничено и поэтому мы видим лишь одну часть, где оно натыкается на преграду, другую часть мы просто не видим. Это было внешнее пространство. А теперь он показывает нам пустоту другого типа. Пустоту ограничено со всех сторон здания. И вот такую пустоту мы уже считываем как пустоту, которой может быть предана какая-то геометрическая форма. внутри. Но вы видите, что там куча пустот. Вот одна из них. Вид изнутри дома. Там тоже отсылки к модернистской архитектуре. Как будто бы если этот дом был намного больше, у него был внутренний дворик. Это действительно внутренний дворик, просто микроскопический. Там даже сам свой парк. Ну вот одна из колонн кстати разрезающих лестниц. Помните мы с этим уже сталкивались у Эйзенмана. Там правда это более радикально сделано. Здесь это все таки в центре лестницы. Здесь это как бы достаточно симметрично. Там это было нарочито сделано. кто делает между центром? А? Это же не центр лестницы. Ну и не здесь. Там было понятно что она смысла нет. Она все-таки поддерживает конструкцию дома. Здесь действительно вы правы это не совсем центр лестницы. но эти колонны пульсируют через определенное количество то есть они симметричны. То редкое что в этом доме расположено очень пропорционально. Но они все разные по соблюдая вот эту логику он не соблюдает логику единой формы для колонны. Ну вот еще одна из них. Вы видите садик и вот как этот дом выглядит сверху. то есть он полый. Он на самом деле полый много еще где. Вот эти крыши тоже закрывают пространство внутри дома просто от дождя. Вот эта крыша там тоже полное пространство. А вот мы посмотрим как выглядит вход. Вход нас снова обманывает. Обманывает уже не знаю какой второй раз здесь мы не можем определиться а где мы собственно в дом вошли. То есть внутреннее и внешнее здесь перестают иметь какое бы то ни было значение. Здесь мы можем точно сказать когда мы попали под дом но когда мы вошли в дом утверждать достаточно проблематично. Ну вот мы проходим через имитапсу ведикулы внутрь. Вот мы заходим. Это внутреннее пространство дома или внешне. Сказать сложно. В чему кажется что внутреннее? Во-первых появляется совершенно уникальная роскошь совершенно фантастическая отделка по красоте. Здесь появляется впервые мозаика нигде с внешних сторон дома мозаики нет. То есть это как бы намекает на то что вроде как это внутренняя часть дома. Более того мозаика никак не соприкасается с цветовой гаммой дома. Дом выдержан в серых тонах его задняя часть выдержана в желтых тонах об этом еще расскажу. Здесь цвета которые во многом и могли услужить основанием для наименования дома подсолнухом это зеленый оранжер. Появляется дерево двери деревянные но вот только есть проблема это внутреннее пространство оно открыто с трех сторон вот это вход сквозной над ним небо будет видно если крышку убрать легкую крышу это не стена сверху с той стороны это сквозной выход на улицу там нет ничего там только вот эти колонны собственно на них и держится дом а не на том массивном каменном элементе который мы видели перед домом и наконец поднимаясь по лестнице вы видите вот этот внутренний дворик у которого даже крыша открыта там небо можно посмотреть то есть это тоже свободное область ну вот здесь хорошо видно что это разные колонны да та очень такая продолговатая это почти кубическую структуру имеющая вот такие лестницы дальше по этажам идут само понятие внутреннее внешнее здесь упраздняется внутреннее ну наверное там когда квартиру зайдем и есть еще одна весьма интересная деталь я уже говорил о теоретизировании на тему тени на это будет позже этого дома а в этом доме он уплатил близко тем лучшим образом так как оба фасада здания являются навесными то есть это маски они выступают за пределы основных стен и от них отбрасывается тень вот эти элементы тоже дают тень друг на друга они падают это тоже есть совершенно потрясающие фотографии где уже сложно сказать где оканчивается один изгиб и начинается другой смотрите если чуть-чуть бы было пораньше или попозже по времени сфотографировано было бы точно линия вот здесь и казалось бы что здесь продолжается та же самая логика вот это излома корки создания трудно было бы сказать где есть вот эти эркеры а где их нет а это всего лишь те ну вот видите да вот как они выглядят со стороны понятно что в солнечный день здесь тоже очень сильно размазывается пространство здесь кстати хорошо видно что дом не стоит на вот этой части он над ним висит и вот снизу я лично думаю что как раз дом получил название подсолну благодаря вот этому эффекту с тенями то есть из-за движения солнца из-за изменения теней которых этот дом порождает просто неимоверное количество здесь просто сложно это посмотреть на фотографиях потому что фотографы всегда считают что сфотографировать тени вроде как плохо нужно поймать такой ракурс чтобы дом ровно на самом деле дом на этом не рассчитывался дом рассчитывался на прям противоположное так вот представьте себе этот дом реально меняется в течение дня потому что солнце движется тени изменяются движется то что мы воспринимаем за видимый край этого дома за видимую его границу дом как процесс то что мы с вами анализировали у Айзенмана здесь уже представлено в полном объеме отметить 47 год начало постройки проекта 47-50 годы это совершенно немыслимо посмотрим дом с обратной стороны как вы видите резко выделена задняя стена имым цветом цветовым пятном опять же цветовое пятно никак ни в чем больше не отыканно оно отсылает только к самому себе и эта часть здания тоже является как бы навесной она выступает за пределы за границу реальности здесь тоже иллюзия когда мы смотрим на эту коробку нам кажется что это коробка модернистского проекта какого-то где мы точно видим очерченные границы на самом деле эти границы оказываются значительно меньше границы реально здесь очень много отсылок в никуда ну например парк на крыше это классическая отсылка к проектам корбузей чтобы дом не воровал у природы площадь поэтому парк то что мы украли снизу дома поднимается наверно однако несмотря на то что здесь вполне в традициях корбузей мы видим парк тем не менее никаких других положений которые вводил корбузей для своей архитектуры здесь нет это просто отсылка это след то что Деррида назовется педом это просто некая цитата цитата в никуда и последнее что в этом доме можно сказать то есть последняя надежда которая у нас была при просмотре всего этого дома что он по крайней мере себе тричит мы увидели уже что фасад нарушен немножко но мы смотрели на него сверху мы смотрели со всех боков казалось что уж по крайней мере в этом то он выдержан в классической нам однако посмотрим на проект здесь вы видите обозначены пустоты в доме как самая важная часть какие пустоты в нем есть а вот собственно проект дом имеет колоссальное отклонение искажение в правую сторону и это сделано задолго до капелли вранжайне карбюзья помните мы говорили с вами что там впервые появляются понятия сил до этого работают все архитекторы с картизианским пространством с плоскостью размещая в нем по-разному геометрические фигуры у карбюзья возникают силы то что искажает геометрических фигур доказатель если у карбюзья эта сила всегда однонаправленно то есть мы точно можем сказать внешне она или внутренне с какой стороны идет искажение то здесь мы сказать этого никаким образом не можем то есть вот это искажение объема могло быть как внешним допустим если мы нажимаем с двух сторон да оно становится не вогнутым а выпуклом да так оно могло быть и внутренним как показано здесь на плане внутренняя сила выталкивает часть дома в огне и здесь заявлено не разрешилось не просто к картезианскому пространству добавляются силы которые будут вообще величайшим достижением как друзья в 50-е уже было здесь 47-м но здесь это уже не просто сила а сила которая тоже сводится концепту невозвешенности и самое забавное что с некоторых ракурсов этот дом считывается как абсолютно классическая постройка абсолютно горная ничем не претендующая на какую-то на какую-то экстравагантность именно это здание можно считать первым текстом в области архитектуры именно текстом как он будет пониматься в работах Деррида это по сути это философский трактат это будет правильно понят Авеншвили который его будет не только цитировать но и развивать эти идеи и это в полном смысле пример когда здание является не только философским но эстетическим и критическим текстом то есть он берет концепты предшествующего стиля и подходит к ним с точки зрения их критики и переосмысления что представлено в самом проекте как если по другому философский труд это совершенно уникально потому что это выводит архитектуру из некого подчиненного положения на уровень равноправный со всеми другими видами искусств архитектуре как раз в неком смысла творчества как правило отказывали здесь же архитектуры восстановительства творчества и подобные идеи автор будет развивать и в дальнейшем давайте посмотрим на его постройки 50-х например иллюзия тонкого дома это бизнес центр в Милане при определенных ракурсах кажется что это сверхтонкая постройка понятно что здесь обыкрывается обман зрения сейчас мы увидим как на самом деле организован дом дом на расширение то есть в данном случае с этого ракурса он кажется очень тонким но если мы посмотрим на него фронтально на этот угол то мы увидим что в общем-то это обычный дом изменение точки зрения изменяет форму естественно восприятия не самого дома форму восприятия этого дома помните мы с вами когда я показывал ранние проекты Айзенмана там был такой дом номер 6 который с какой стороны не смотри он дает совершенно разные формы только Айзенман это простите 60-е годы конец 60-х начало 70-х он это делает а здесь речь идет о конце событий но вот это в 50-е годы это не соизмеримо раньше а проблематика ставится та которая взорвется во Франции в конце 60-х годов и будет казаться чем-то сверхновым то есть текст Террида Христиева и Ролана Барта это самый конец 60-х годов основные тексты там акроматологии деревья 67-68 и Моретти развивал подобные концепции до конца своей жизни более того он был очень передовом мыслящим он начинает строить одним из первых современного типа небоскребы и один из его последних проектов башню в Монреале обратите внимание на год это 1964 год это не Москва сель хотя построена она конечно получше с эстетической точки времен в том числе что в этом доме отсылает к тем же самым идеям на первый взгляд днем вроде как ничего вечером уже начинают проявляться определенные странности а вот ночь дом предстоит во всей красе по выделенным не стеклом а камнем то есть железобетоном углам этого дома впущены мощнейшие потоки света фонари и таким образом та часть конструкции которая должна показывать собственно остов дома его наиболее крепкую часть то есть углы углы здесь полностью дематериализован углов как будто они как будто бы просвечивают и получается что реальный фасад здания который действительно держится на этих самых углах кажется навесным это обращение Джерасоли если там нам казалось что это массивный фасад на самом деле это была просто приставка навесная то здесь с точностью да наоборот кажется что это отдельные навесные панели а на самом деле это целостная конструкция здания вот такая отсылка в поздний период творчества автора к своему раннему проекту идея на мой взгляд абсолютно интересная революционная потому что повторюсь постмодернизм этим путем не пошел все что мы с вами сегодня видели о чем мы с вами говорили не выходит за рамки самого искусства архитектуры знаете все что мы говорили в позднем айзенмане в мемориале там архитектура становится неким аналогом что и литературы аналогом художественного текста то есть в данном случае она забирается в принципе на чужую территорию если архитектура нам что-то говорит в образах то она забирается на чужую территорию здесь же автор не уходит от классического понимания архитектуры как взаимодействия заполненного и незаполненного пространства но само это пространство является в виде переосмысленного философского концепта он дает с одной стороны замкнутое пространство с другой стороны границу с пространством незамкнутой совершенно фантастическая ведь идея почему мы видим вещь предмет а не то что окружает этот предмет ведь любой предмет на самом деле он не просто созидается создается он заполняет устоя почему мы видим именно предмет потому что предмет легко считывает границы а у пространства которое его окружает границы для нас недоступны помните я вам показывал аналогичный пример с уахалом с бутылками кока-колы когда картина ограничивает как бы нашу возможность восприятия множественного ряда как таковало но это был 62-й год здесь речь идет о том же самом в конце сороковых когда мы видим именно границу дома а не границу свободного пространства потому что тот для нас просто нереально как некая исчерпанность с другой стороны он схватывает часть пространства делает его предельно замкнутым чуть ли не крылоустрофобичным и разбивая в нем садик каждый элемент занятый этими клумбами каменными в одном садике уже занимает пространство и ощущается буквально физически как он ворует эту часть у свободного пространства замкнутое пространство и не замкнутое само по себе будучи пустотой ощущается по-разному и это обыгрывается в этом доме то есть это в принципе наверное впервые в истории когда архитектура именно задается философской проблемой пространства а это то с чем оно всю жизнь работало то есть архитектура всегда работала с пространством с пространством заполненным и пространством не заполненным ну к примеру в музыке аналогичные вопросы произойдут только в 70-е годы 20-го века когда появится такое направление как спектрализм который задастся вопросом а что собственно может быть объективной красокой музыкальным искусством и ответ будет естественно вполне закономерный то есть природа самого звука то есть тот материал с которым она работает музыка и композитор начнет анализировать с помощью спектрограммы сам звук любой туда туда маркер книжки он может быть записан проанализирован на спектрограмме и окажется что внутри этого звука есть своя жизнь есть своя структура рассмотрена как бы под микроскопом и эта структура может быть воссоздана на более крупном уровне на уровне уже произведения в целом то есть произведение в целом порождается из одного отдельно взятого элемента потому что музыка работает с этим элементом то есть со звуком но повторюсь музыки это 70-е годы и это тоже Франция здесь же речь идет о конце 40-х годов до Джерасоли и о концерте совершенно немыслимо о концерте когда искусство задается вопросом о своих основаниях в данном случае естественно Моретти был не просто архитектором а философом с большой буквы по Моретти к сожалению очень-очень мало чего есть не только на русском языке но и на языках иностранных я буквально смотрел все что было на всех доступных для меня языках не похоже действительно все но каких-нибудь языках азиатских оно просто ничего нету потому что и на самой родине его как-то к сожалению не столь высоко ценят как-то оценить нужно было хотя вот вы видите установленный памятник дело в том что Моретти как и все итальянские архитекторы середины 20 века строил в том числе и для фашистской Италии и естественно в послевоенные годы всех кто так или иначе был сопричастен с этими политическими тенденциями лёг такой неприятный лёг он ложился отчасти на корбюзье когда выяснилось что в общем-то он был антисемит на убеждение это лёг он и на Моретти хотя политически он никак себя не заперлал как корбюзье который был такой тихий антисемит то есть только в дневниках на мой взгляд такие люди как раз являются эталоном толерантности никто не запрещал им иметь свою точку зрения она может быть любой он может быть хоть там маньяк каннибал но если он ничего подобного не совершает если этого лично так скажем при страсти он их полностью контролирует это как раз является эталонный гражданин общества а не просто тот который является так скажем социализированным просто в силу того что они когда в голову идеи такие не приходили а если бы пришли то тут же пошел бы убивать и стал бы явным нацистом все человек по убеждениям националист но тем не менее никогда не сотрудничал с подобными организациями ни в чем себя не запятнал как корбюзье то мне кажется это все-таки достойно похвалы не осуждение скорее тем более что повторюсь именно националистом он просто позволял себе достаточно резкие высказывания по поводу евреев причем только в дневниках что касательно наших последующих занятий то прошу еще раз обратить внимание на то что у меня нету цели вам показывать не историю архитектуры не историю искусства 20 века мы занимаемся исключительно эстетической проблематикой вот и те фигуры которые я демонстрирую они в полном смысле слова складываются в постмодернистское восприятие действительности это просто отдельные взятые примеры которые могут демонстрировать отдельные явления очень важные для современной эстетической мысли можно было бы их заменить на кого угодно другого и рассмотреть другую проблематику не понятно что нельзя было бы заменить Моретти и сказать что кто-то другой является родоначальником постмодернизма нет это было бы грубо но можно было поставить саму проблематику другую исчерпать ее мы все равно не сможем запросить поэтому я беру фигуры с одной стороны о которых меньше всего есть на русском языке в качестве такого сырообразного ликбеза чтобы вы могли быть осведомленными в той информации в которой вы случайно с ней не столкнетесь с другой же стороны я хочу все-таки показать какую-то основную проблематику современной эстетической мысли поэтому я думаю что следующую лекцию мы посвятим вправлении экспрессии в архитектуре экспрессии 20 века экспрессии резистенциального ужаса мы уже с вами посмотрели что архитектура может быть с одной стороны текстом художественным как это предложил мемориале айзерман мы посмотрели что архитектура может быть социально критической даже как в постройках айзермана которые мы рассматривали в прошлый раз и может быть архитектура и как философский текст философский эстетический трактат обосновывающий новое стилевое направление даже следующий раз я думаю что мы возьмем не одну фигуру а несколько фигур и посмотрим экспрессию архитектуры архитектуре очень часто в ней тоже отказывают что это постройка что постройка это нечто сложившееся что-то неживое а значит если оно не отсылает конкретному образу как может например живый сердцевать то в общем-то экспрессии ее достаточно ограничено поэтому я решил взять ну максимально такое чувство обостренное как экзистенциальный ужас не просто красиво некрасиво и попытаться посмотреть как на протяжении 20 века эта проблема решалась в архитектуре ну и естественно в последующих лекциях я предполагаю с вами посмотреть вопрос относительно двух базовых эстетических категорий это прекрасные возвышенные и посмотреть во-первых что они на самом деле оппозитные это две прямые противоположности даже в каком-то смысле прекрасные безобразные меньше в меньшей степени являются противоположностями чем прекрасные возвышенные и показать как в архитектуре как искусство встречается реализуется в 20 веке как одно как одна эстетическая категория так и другая то есть в этом смысле эстетика намного сложнее чем искусствоведение чем история искусства потому что если вы в том же самом гугле в объекте какой-нибудь архитектурный стиль то с большой долей вероятности по крайней мере процентов 60 предложенных вами картинок которые выдаст гугли будут так или иначе к нему относиться не факт но может быть например если вы ведете буртализм или необуртализм половина из возникающих фотографий дует фейк то есть такие здания просто не существуют это так примерно но если вы ведете возвышенное здание или прекрасное здание то это совершенно не факт что оно будет попадать в эту эстетическую категорию потому что эти слова в обыденной дискурсе в обычной нашей речи используются совсем не как категорию а как просто нечто включенное в нарративе по большому счету в обыденной нашей речи прекрасное возвышенное взаимозавнимание чего нельзя сказать об эстетической мысли причем уже на протяжении большого количества лет то есть существенное размежевание между прекрасным возвышенным осуществил еще кант 18 веке именно опираясь на его разграничения мы пытаемся посмотреть чем будут отличаться одни постройки от других и я сегодня уж скоро вам книжки обычно рекламирую сегодня купил вот такое вот издание это автобиография Альдоросси вообще обе книги Альдоросси теперь переведены здесь на русском языке и если я здесь обнаружу что-то выходящее за пределы именно архитектурных взглядов автора то есть выходящее именно на уровень эстетических категорий то я думаю что у нас будет и материал по Роси точно Роси будет следующей лекцией по экзистенциальному ужасу но правда не по этой книжке а просто да потому что ту лекцию я уже написал а книжку эту еще не читал есть ли у вас какие-то вопросы по тому материалу который мы с вами смотрим на любой из лекций не только до сегодняшнего принципа поляции нет все понятно замечательно если все понятно дай бог если сможете то что здесь проходим применять научиться к любому виду искусства я специально набирал вид искусства максимально далекий от слова ну можно было музыку взять но мне это в силу профессионально особенностей так скажем ну чуть менее интересно да раз объяснять на поэзиях так скажем современное музыкальное искусство то чем я занимаюсь уже делаю но в принципе музыка в этом смысле близка архитектуре я имею ввиду музыка не связанная со словом академическая музыка современная авангардная музыка она конечно тоже ставит весьма интересные вопросы и тоже может являться текстом в полном смысле этого слова хотя слово там и не используется а это значит что когда мы мыслим когда мы строим концепции когда мы высказываем какое-то суждение по своей сути оно выходит за пределы слова слово является тем материалом с помощью которого мы как архитекторы строим наше высказывание а не его конечной точкой то есть наше суждение любое наше суждение идет конечно само по себе выходит за пределы слова как если нет никаких вопросов то у меня на сегодня все до следующего спасибо